Не исключено, что совсем скоро Казахстан в вопросах внедрения современных технологий уже не будет нуждаться в консультациях иностранных специалистов. Президент Казахстана подписал закон о коммерциализации результатов научной деятельности. Документ должен повысить эффективность внедрения разработок ученых и помочь развитию высокотехнологичных производств. Подробнее о новых механизмах стимулирования науки расскажет моя коллега Гульнара Жандагулова. Она сейчас находится в аналитической студии. Гульнара, в чем суть нового закона и какие возможности получат ученые? Вера, основное это то, что с 2016 года ученые в Казахстане смогут наконец зарабатывать на своих разработках, как это происходит в большинстве успешных стран мира. Именно зарабатывать, а не просто получать зарплату от государства за то, что числится сотрудниками многочисленных НИИ. Новый закон изменит систему финансирования научной деятельности, а значит изменится и система мотивации ученых к работе. А если быть точнее, то она, мотивация, собственно и появится, потому что сейчас ее фактически нет. Финансирование науки происходит по принципу бюджетного транширования. Это когда каждый научно-исследовательский институт ежегодно получает определенную сумму денег, которые, как правило, едва хватает на выплату заработной платы, обновление оборудования и оплату коммунальных услуг. Собственно, на реализацию проектов остается совсем немного средств. Поэтому наука и стоит на месте. Теперь же ученые будут доказывать, что их разработки нужны государству. А государство, которому они это докажут, скупиться на финансирование уже не будет. Главная задача, которая стоит перед наукой, это внедрение результатов в производство. Создаются механизмы финансирования коммерциализации, то есть гранты на внедрение, на создание опытных образцов, пилотных производств и так далее. Это создание стимулов для частного сектора, для производства, для работы с учением. То есть те затраты, которые будут делаться предприятиями, эти предприятия получат соответствующие налоговые льготы. Финансирование будет осуществляться на основе присуждения грантов. А получать их смогут не только научные сотрудники, работающие в стерильных кабинетах и лабораториях, но и обычные заводские рабочие, у которых есть свои инновационные проекты. Главное условие, чтобы изобретения, претендующие на гранты, представляли собой действительно прорывные для науки и производства разработки. Вера. Спасибо. В прямом эфире из нашей аналитической студии была Гульнара Жан-Дагулова, которая рассказала о новом законе о коммерциализации результатов научной деятельности. Спасибо.